Мы только приехали, я уже в восторге. Ребята, я как будто на горячих источниках. Друзья, привет! Меня зовут Ира, это канал Гражданочка Мира. Это мой муж Макс. Мы взяли скутер в аренду и сегодня поедем смотреть, что есть интересного к югу от Паттайи. Мы сейчас проживаем временно в Паттайе и, кстати, ни разу здесь не попались, кроме острова Калан. Заодно посмотрим, какие есть пляжи как раз-таки к югу от города. Погнали! Мы приехали, в принципе, на ту локацию, которую больше всего хотелось посмотреть помимо пляжей. Это храмовый комплекс. Ехать до него минут... Сколько у нас ушло? 20? Да. 20 минут от пляжи Джамтьен. Храмовый комплекс называется вот ровно так же, как написано у вас сейчас на экранах. И здесь же неподалеку есть Будда, который нанесен сусальным золотом на скале. Мы, когда подъезжали, его уже видели. Интересное место. Будем исследовать. Насколько я знаю, посещение всех этих мест бесплатно, кроме одного китайского храма. И там какая-то не очень великая цена. Очень приятно. Мы приехали к открытию. Сейчас время около 8 утра. И кроме нас, и макашниц, никого не припарковано. Возможно, кто-то уже где-то гуляет, но в целом вообще я не вижу людей. Что это? Это продают, интересно, или дают в аренду, чтобы пофотографироваться? В Атеруме в прошлом году мы видели, помнишь, много прям туристов было в таких костюмах. Национальных. Национальных, да, они ходили, там фотографировались. Ну да, есть такой локальный прикольчик, когда около достопримечательностей подобных сдают в аренду такую традиционную одежду национальную. Вот, например, около Тадж-Махала можно взять в аренду сари. Помнишь? Нам предлагали. То же самое около Ват-Аруна в Бангкоке. Можно взять тайскую одежду национальную. Ой, что-то интересное. Смотрите, как красиво. Даже не считая вот все постройки, просто место 20 минут от Паттайи, а ты уже в другом мире, как будто. Супер. Я не знаю, кто это, но звуки все выше. Так, возможно, эта тропиночка особо-то никуда не везет так средь деревьев прогуляться. Но очень благоприятные впечатления у меня, друзья, в этом месте пока. Есть, правда, одна стратегическая ошибка, совершенная мной сегодня утром. Я намеренно выбирала самый солнечный день, чтобы кадры были красивыми. И в этот самый солнечный день я забыла шляпу. Я, конечно, уже обмазалась СПФ-кремом, но совсем не уверена, что меня это спасет. Что ж, бывает. Так, тропиночка все, закончилась. Так что можете знать, что здесь только парк. И дальше вот этого здания с закосом под Китайское. Ничего нет. Макс! Стоп! Стоп! Господи, какая красота! Там мост! Все, слазь! Глуши движок! Офигеть! Ребята! Это же целое озеро. Что это, лотусы? Офигеть! Вы посмотрите, как круто! Расчехляет дрон, сейчас полетим. Блин. Вообще. Какой восторг! А дерево вот это. Просто произведение искусства. С ума сойти. Мы только приехали, я уже в восторге. Отличное место. Офигеть! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это нифига нам не кажется И на озере тоже никого больше не было Либо Все спят И Козь может быть приедет Даже учитывая, что сегодня пятница И уже люди должны толпиться Нифига Блин, ребята, как красиво Просто я в шоке Мне Паттайя не нравится Я заявляю со всей ответственностью Я вообще не ожидала встретить здесь такое место Посмотрите на вот это вот здание Абсолютно бадически Какая крыша Какие узоры Супер Ну и конечно же Топ Привет, пес Ты меня пустишь? Кутятки тут Здравствуйте Кто в тюрьмоське живет? Да? Привет Привет О, блохарики Ну вот эту тенденцию Мы уже, к сожалению, заметили На территории этого комплекса Очень много бездомных собак Ну вот эта бездомная собака Почему-то с ошейником Так что нельзя Надо говорить тихо Не пить Не курить Не вспышка Не трогать Нет животных Нет животных Да ладно Не курить Уходите Вам здесь не рады Слышите? Здравствуйте Что они там за руку? Сойчики Так, ну-ка Я пошла отсюда Тут какая-то выставка Там на полу Что-то едят собаки Да, у них там просто Навально куча чего-то Они это едят Или кого-то Не знаю Здесь у меня уже пошли Какие-то ассоциации С постапокалипсисом Как будто в каком-то фильме Эти все вымерли И собаки их доедают Но место в любом случае Конечно, классное Интересное Ой, я уже вижу Скутер с туристами Слава богу Мы не одни Капец Вообще-то я переживала Что это будет просто Поездка на пляж Такая заурядная Скучная Я вообще не ожидала Что здесь такой крутой комплекс Блин Как классно Что мы заехали Здесь прямо рядом Вот такой вот Вудистский храм Пешочком Все Можно пройти пешочком Единственное, что не очень понятно Карта местности Потому что у нас ее нет А вот она, видимо Вот в таком виде Как-то Сохранилась до наших дней То есть какие-то постройки отмечены Ну, видите, да Все выцвело Свежую бы найти Такую карту Чтобы ничего не пропустить Потому что по гугл мэпсу Тоже там не все ясно Смотрите На это фиолетовое Прекрасное дерево Ниспадающее к воде Раз фонтан Два фонтан Три фонтан Деревья эти прекрасные Блин, такой крутой парк Просто Офигеть И я в шоке, что он бесплатный Просто Ну, вот Вокруг Вокруг Потаи Все, что я смотрела По рекомендациям Все посетить Лично для меня Оно все неинтересное И платное А здесь Действительно красиво Круто Можно много времени Здесь провести Боже Это вход куда-то Вы представьте Блин, как красиво Так, сюда какая-то тропиночка есть Там кто-то что-то убирает Какие-то постройки Туда дальше тоже есть проход Слон имеется Со сломанным бивнем Но мы его не осуждаем Господи, какой прекрасный новострой Как мне нравится Здесь? А, вот там Ой, смотри Ого, а как туда пройти? Надо быстрее Пока не уплыл Так, друзья Тут обнаружено Ооо Здравствуй Надо тише говорить Чтобы они не слышали Вы видите Вон там бревно плывет Это сом Воу Второй Треть Они тут просто кишат Не очень хорошо видно Из-за бликов Но их под водой Прям Очень много Большие Коричневые Самые Вот здесь строят Какую-то Даже не строят Наверное Реставрируют Очень красивую ступу Но она сейчас в лесах Поэтому во всей красе Мы ее не рассмотрим Но тем не менее Поближе подойдем Но это просто топ В абсолютно пустом парке Все равно есть человек Который продает Лотерейные билетики Пожалуйста 30 бат 60 бат Посмотрите Везде есть люди Савдика Которые С этими лотерейными билетами Везде их продают Вот такая вот ступа Красавица Смотрите Как вход Интересно Выполнен Такая кстати Знаете Отдает Чем-то советским Посмотрите На лестницу И на то Как плиточкой Выложен вход Что-то родное В этом чувствуется Везде услада для глаз Молодцы Очень красиво Что там Что там Золотые рыбки Господи Такая лужина 10 сантиметров Даже тут рыбки какие-то Вот откуда ты С той стороны Мантра доносится Но это не точно Все прояснилось Это не монахи Это запись Пойдемте посмотрим Чуть-чуть Там сидят Восковые монахи Я перепугалась Я когда увидела Я подумала Что-то настоящее Они сидят Еще получается В тени И вот у них И играют Эти мантры Звучит музыка Время доходит 10 утра, нам на прогулку двух часов хватило. Я не думаю, что мы посмотрели все, но мы такой цели точно перед собой не ставили. Начали потихонечку появляться люди. То есть имейте в виду, что если вы приедете к 8, все будет в вашем распоряжении. Начали появляться люди, но я бы не сказала, что много. Просто, наверное, еще утром, что приятно, ты приехал и не так жарко. У меня здесь, конечно, палец здраво, поэтому имейте в виду, что чем раньше вы приедете, тем больше удовольствия от этой прогулки вы получите. Место того стоящее однозначно. Всего лишь 20 минут ехать, я думаю, что это и на такси стоит недорого. Топ. Ладно, мы поняли, что есть еще один интересный храм, на который мы не добрались. Я вспомнила, что здесь есть храм на холме. И вот в него мы сейчас доедем, посмотрим. А потом уже точно дальше. Ну, мы применили, конечно, некий читерский ход. Вообще здесь, чтобы подняться к храму, нужно преодолеть, кто-то пишет 200, кто-то пишет 300 ступеней, загадать желание. И вот, если ты все это сделаешь, то обязательно твое желание сбудется. Мы, как ребят, скептически настроены и просто заехали наверх на скутере. Сейчас я немножко спущусь по этой лестнице, а потом буду подниматься. И вроде как он начнет открываться вам, чтобы вы были немножечко удивлены, да, подыграйте мне. Ну, чтобы, знаете, красиво для кадра. Ну, вообще-то спускаться ничуть не менее красиво, конечно. Самое внимательное, увидел змею? Напугала я ее. Куда ты уползаешь, да? Постой! Вон, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Быстренькая такая. Так, ну что, вы готовы? Но это еще не все. Есть красивый вид. Ну и нельзя не отметить эту лестницу. Вы просто посмотрите, как густо все засажено прекрасными вот этими вот деревними, цветущими кустарниками. Это же просто, я не знаю, друзья, это волшебно. Давайте поднимемся. Развиваемся и по мраморным ступенечкам заходим в это великолепие. Просто дворец, а не храм. Знаете, что это такое? Это вроде как отпечатки стопы Будды. Священная реликвия, между прочим. И фоткать тут нельзя. Понятно, не фоткай. Там колокола висят, Максим. Мне кажется, тебе надо в них позвонить и где-то читать в отзывах во всяких что-то. Если ударить, загадать желание, то оно обязательно сбудется. Я обычно тебе запрещаю везде в гонг бить. Ну тут вроде никого, кроме нас нет. Ты загадал желание сначала? Надо не бездумно бить. Ты давай там о семье подумай, о жене. Вау, вообще класс, скажите. Супер. Давай. Ну это прям должно сбыться, я считаю. Так, и мое какое желание. Я вот не знаю, есть ли лимит какой-то на желание, Максим. Возможно, там можно было только одно, а второй отменяет первое. Так что непонятно. Ну все, теперь все колокола надо собрать. А что ты загадал? Молоток возьмите. Силы мысли не очень получается, говорят. Очень громко, очень громко. Тот был как-то... А возможно, делал в молотке, кстати. Там же был не молоток, а палка. Бамбуковая. Ребята, вот вы вдумайтесь, мы одни были во всех этих местах. Одни в бесплатных всех этих красивых местах, храмах, достопримечательностях. Мы были одни. Я очень рада, что мы приехали. Смотрите, какой у нас, кстати, Матак вы оценили уже, нет? Мы его вчера арендовали на сутки. Он, блин, он такой вообще модный, молодежный. Мы обычно всякую рухлядь берем почему-то. А здесь нам прям повезло. Он вот прям новенький, понимаете? Прокат хороший, да? Да, прокат вообще отличный. Вот я даже, кстати, их прорекламирую бесплатно. Просто потому что мне очень понравились. Fresh Drive называются они. И у них вот такие вот... У них есть Инстаграм, если что. И у них все байки, вот такие вот скутеры, все новенькие. И прям они молодцы. И у них есть русский менеджер. Как бы все рассказывает, показывает, очень доброжелательные. И у них суперские отзывы. Короче, рекомендую. Ну, теперь точно все. Едем на Бубу. Из Латрова. Мы тут проезжаем по обратной траектории. И увидели, что на озере с лотусами активно кого-то прикармливают. Давайте посмотрим, кого. Пока непонятно. Вы смотрите. Ааа, кошмар. Да, это самые... Вот так. Так что, если захотите, можно присоединиться к действу. Купив, вот какие сухарики продают. И покупаешь, сразу кормишь. Все на месте. Самые там огромные. Ну, а как огромные? Не огромные, их там просто очень много. Обратите внимание, какая поразительная разница в трафике между тем местом, где мы сейчас были, и местом, куда мы приехали. Время в пути 5 минут от точки А в точку Б. По дороге почти не было машин и какого-то трафика. Но вот здесь... Тут и экскурсионные автобусы, и машины, и скутеры. Народу полно. Хотя, фактически, здесь просто парк и Буд на скале. Так, ну уже вот чувствуется, да? Мы вот только зашли. А прям... О, и вас там изфоткают. И фотки вам потом будут продавать. Да? Да, да, суперски. Особенно, когда азиаты в масках. Фотки огонь. Вы понимаете, да? Люди еще как-то зарабатывают на этом, умудряются. До сих пор. До сих пор. В эру айфонов вот эта вот жесть еще продается. Кстати, вот тут можно любую заменить. На любую. Абсолютно. На, на, на. Вот он, хитрец. Так, ну я там вижу красивые цветущие деревья. И, собственно, Буду. И людей. Все фоткаются на фоне. Неудивительно, но, может быть, тоже будем. Так, ну что, фотография на фоне Буду сделана. Сейчас немножечко прогуляемся. И поедем. Людей много, но вот с дальнего газончика сделать уединенную фотокарточку можно. Ну, собственно, вот. Вот, наверное, лучшая точка, откуда можно на него посмотреть. Рассказываю про Буду. Максим, можешь тоже послушать. Это подарок. Сына короля королю. На какой-то, по-моему, из праздников, типа дня рождения. Деньги были собраны в том числе добровольными пожертвованиями. Мужчин, не кричите. Стайцев. Сначала на скале лазером наметили Буду. А потом уже все заполнили сусальным золотом поверху. Вот. Выглядит, конечно, здорово. Раньше это была каменоломня. Сейчас сделали вот такой вот замечательный парк. Ну, в принципе, почему нет? Отличная точка притяжения для туристов. Делать здесь, конечно же, решительно нечего. Но учитывая, что напротив еще вот совсем недалеко находятся те храмы, по которым мы с вами гуляли. Отлично. Заодно заехать мило дело. Ну и, собственно, все. Вот красивые баньяны еще есть по эту сторону. За ними туалеты. Все, едем отсюда. Но, действительно, Буду красив. Парк бесплатный. Круто, что его оборудовали таким образом, что вы здесь еще можете что-то выпить прохладительного, воспользоваться благами цивилизации какими-то, посидеть даже на оборудованных местах вокруг красивых баньянов. Смотрите. Так что я считаю, это очень хорошо, конечно. Дорожки все чисто, красиво, тут убирают. Ну, здорово. В общем, тайцы... Мы доехали до первого плажа, точнее, даже до дальнего, и въезд стоит 50 бат с одного человека. Ой, неужели мы искупаемся? Наконец-то. Не на Квалане даже. Ой, там какой-то островок миленький. Водичка как будто голубенькая. Всякие кафешки, мороженка, кофеечек. Там тоже, вижу, какие-то зонтики, возможно, макашницы стоят. Ну, приехать, мы, конечно, приехали. Вдруг здесь не припаркуешься что-то еще особо. Пятница не самый удачный день для такой поездки. Так, что вижу на первый взгляд? Тут прям целый рыночек. Кстати, вон всякие шорты по 50 бат. Я такого не видела, да, может быть, даже нигде. Со слонами по 80. Ну, короче, недорого. Я думаю, что здесь в основном для местных все, потому что очень много тайцев, и ценник такой адекватный. Посмотрите, тут хвойные деревья по всему берегу. Это, кстати, фишечка этого пляжа, что все в хвое. Вот, можно взять жилеты, круги, матрасы, гамаки, все, что хотите, все сдается. И, я так понимаю, недорого. Наверное, вон прайс, там 40, 50, 30 бат. Короче, какие-то вообще невеликие деньги. Так, где же всякие кафешки? Ой, это, мне кажется, что это что такое? Мидии? Или не мидии? Не знаю. Все на тайском. Ну, вот реально, для местных. Птицы для местных. Мы решили, что перед купаниями неплохо бы перекусить, потому что позавтракали мы в 6 утра. Зашли в местное кафе, вот как раз под навесом. И знаете, удивлены ценам, довольно-таки недорого. Можно поесть, например. Я вообще, кстати, не видела таких цен на салат, мне кажется, нигде. Папайо-салат 40, с крабом даже. С крабом. Тут нет, тут какая-то клешня прям. Короче, а, и маринованные рыбы 40, такое себе, мне кажется. Но, тем не менее, там 60, 70. Совсем недорого. А что мы заказали? Мы заказали... Блин, такие богатые блюда, да, для кафе вот такого вот уровня. Вот это наше блюдо, да. А это какой-то рисовый супчик, как будто бы, с морепродуктами даже. В общем, посмотрим, нам чисто перекусить и на пляж. Но мы все равно надеемся, что будет вкусно. Главный морепродукт в супе, Максим, покажи. Крабовая палочка. Да. Ну, здесь, да, в Таиланде, думаю, что крабовые палочки — это морепродукты. Собственно, у меня здесь даже есть кальмарчики, немного креветок. Ну, нормально, мне кажется, на 50 бат. Ничего. Пойдет, да? Перчик он себе сложил. Ты уже попробовал? Да, прикольно. Бульон вкусный? Сладкий, как обычно. Так, ну, еда была съедобной. Я свою даже не доела, потому что было много. Сейчас покупаем водичку. Кстати, опять же, по нормальной цене. И идем купаться. Какая-то невезуха происходит. Видите, отлив. И вот все по колено в воде стоят, а рядом буйки. С одной стороны, очень много людей. С другой стороны, зато здесь точно можно купаться. С третьей стороны, но не в отлив. Ну, точнее, нет, сейчас тоже можно. Ну, я пока не понимаю. Надо просто зайти в воду и сесть, наверное. Почему все так? Короче, мы прошли пляж от края до края. Точнее, я так понимаю, их тут два. Наверное, тот, который дальний. Людей дофига. Воды мало. В Тиньке тоже в основном все занято. Ну, как, можно, конечно, тут поютиться, но просто все вокруг едят. Ну, у тайцев тут нормально постоянно что-то есть. Они даже все в одежде, как минимум, тут сидят. А ты сейчас такой разденешься и будешь сюда-сюда в купальнике гонять. Я пока не поняла, что тут нужно делать, как тут себя вести. Пока мы расстроены и подразочарованы. Потому что, блин, ну, ехать далеко. Мы специально для этого взяли скутер. Видите, даже людей в купальниках нет. Они просто приехали сюда поесть. Короче, пока мы очень сильно расстроены и разочарованы. Я думаю, что, возможно, это связано с тем, что завтра или послезавтра тайский Новый год. Может быть, им дали всем выходной. Короче, это просто нам не повезло на самом-то деле. Вы просто сюда приезжайте, во-первых, в годние, во-вторых, пораньше. И смотрите карту отливов-приливов. На второй платный пляж мы не поедем. Просто зачем? Он находится не так далеко. И, опять же, исходя из того, что там тоже отлив, а народу, скорее всего, не меньше. А сам пляж меньше. А народу, возможно, больше. Он ближе к Паттайе. Но сегодня точно нет смысла. Короче, какая-то печаль. Благо, храмы были утром прикольные, а то вообще прям лечь и плакать. Что говоришь? Волны большие, аккуратно. Волны большие, да? Коль уж я переоделась, пойдемте ножки помочь. Посмотрим, что там. Ой, теплая какая, чуть ли не горячая. Да, здесь дальше камни. То есть даже не уплывешь никуда. Просто булыжники лежат. А в них могут быть еще и ежи. Вот люди вот так вот располагаются. Вот здесь вот вода прям теплая. Она прям... Я даже не чувствую разницу. Вот я в ней стою, а как будто бы даже и не сходила никуда. Как на улице примерно температура. А температура на улице бешеная вообще-то. Больше 30 градусов на минуточку. Ну давайте, ладно. Не поплаваем, хотя бы намочимся, да? И тут надо упор лежа принять, наверное, чтобы полностью погрузиться в воду. Пробуем сесть. Ребята, я как будто на горячих источниках. У меня одна попа прям съесть, чтобы полностью опуститься в воду. Понимаете, да? Ну, такие дела. Ладно, будем надеяться, сейчас наберется воды побольше в этом бассейне. Вот человек не плывет. Он просто руками по камням пробирается. Не подумайте, что я вас обманываю. Нет-нет. Отнюдь. Короче, долго мы здесь протусоваться не смогли. Мы пытались, но не смогли. Вода горячая. Когда сидишь на самом берегу, вот сейчас, возможно, с тенечками ушли поглубже от моря, здесь, может, еще попрохладнее ветер дует. Когда прям на берегу сидишь, ты как будто в сауне. То есть ты должен охлаждаться, по идее. А в тебя просто сдувает. Это, видимо, вот, может, песок нагретый, берег там, да? Не знаю. Короче, люди. Сейчас попробуем еще посмотреть соседний пляж. Ну, вот, реально, я смотрела отзывы, сейчас сидела, думала, ну, как же так? Я же нас сюда привезла почему-то. И, действительно, там вообще другие фотографии. На приливе он выглядит абсолютно по-другому. Он красивый, классный. И если это не предновогодний тайский день, то народу здесь практически... Ну, как он? Есть! Просто нужно приехать рано утром, когда еще прилив, когда тайцы еще работают, накупаться хорошенько, позагорать. И уже потом, когда люди начинают подтягиваться, вы отчаливаете. Вот это классная схема. А мы этого вообще не предусмотрели. То есть тут вопрос в нашем планировании. Так, ну, вот здесь, кстати, статуя девушки, которая, видимо, и есть там включая принцесса. Здесь, которая названа сей пляж. О, она там стоит. Танцует на мелководье. А вот... Да, на танцует на мелководье. А вот, собственно, и сам пляж. Ну, люди вон заходят дальше здесь хотя бы. И тут уже не такая концентрация большая. Может, все-таки попробовать здесь где-нибудь? Или это... При шпандорице? Ну, вот мне кажется, что все-таки люди, вот, которые даже в глубине там на кругах катаются, что им все равно по пояс плюс-минус. Может, не по пояс, там чуть побольше. Смотрите, какой здоровяк выплывает из-за острова. Офигеть! Вон, сам как остров. Чтобы лишнего в камеру не ныть, я сначала искупалась, а теперь уже с приподнятым настроением готова вам вещать. Я уже зашла почти по пояс. А как вы видите, дно. Все, вот, пожалуйста, видно. И дальше так же мы же идем... А еще посмотрите, людей-то не так много, когда этого было. Точнее, они есть, вот они все вон там сосредоточены. А здесь вы просто считерили, зашли за буечки за эти маленькие и спокойно себе дальше идете. Вот, там люди и с кругами, и с масками что-то тусуются. То есть, в принципе, вот здесь вот уже можно даже поплавать при желании. Короче, я немножечко подоттаяла. Настроение приподнялось, потому что, ну, все же здесь уже можно как-то проводить время даже в отлив. И это прекрасно, потому что там вообще делать нечего. И непонятно, за что ты деньги заплатил. А здесь уже, как-то, знаете, вариативнее. И это материк. Но, ребята, честно, все равно, даже учитывая вот это, в следующий раз мы просто поедем на Калан. Во-первых, это быстрее. Во-вторых, это существенно дешевле. В-третьих, ну, ты в любом случае получишь вот эти вот беленькие пляжи с лазурной водичкой. Ну, и, конечно, вот тоже еще интересует уровень вообще, как на воду влияет, то, что здесь такие здоровяки ходят. Это же, наверное, тоже негативно сказывается, потому что рядом просто ВМФ. Ну что, друзья, наше с вами путешествие подошло к концу. В целом, пляж симпатичный. Стоит ли он тех денег, что за него просят? Стоит, но вы должны понимать, что вам эта поездка обойдется в совершенно другие деньги, потому что, ну вот, мы на сутки арендовали байк, да, а такси сюда стоит, ну, 400 бат в одну сторону. Это либо объединяться с какой-то компанией, чтобы на такси сюда приехать было выгоднее, либо вы потратите кругленькую сумму. Нужно приехать рано утром, и у вас будет всего несколько часов, когда вы сможете покупаться без отлива. Но нам понравился храмовый комплекс. Следовательно, можно уже, наверное, плюс-минус считать, что аренду байка мы эмоционально отбили. Друзья, пишите, пожалуйста, мне, правда, искренне важный интерес. Какие локации в Паттайе нравятся именно вам? Куда вы ходите здесь? Где вы купаетесь? У меня, правда, проблемы. Я открываю список достопримечательностей и не нахожу для себя ничего интересного. Может быть, есть какие-то неочевидные локации, как вот этот храмовый комплекс, который чисто случайно вообще попался. Мне его отметила, я даже не знала, куда мы поедем, понимаете? И ведь человек просто в аренде скутеров нам сказал, о, вот еще классное место. Я говорю, да мы туда собираемся. Говорит, обязательно съездите. И мы так офигели в итоге. То есть, возможно, есть вот какие-то такие места. Поделитесь, пожалуйста. Я думаю, многим будет полезно, потому что, правда, Паттайя — это очень противоречивый курорт. Друзья, спасибо, что оставались с нами до конца. Я надеюсь на ваш лайк и на ваши впечатления в комментариях. Обязательно посмотрите наш выпуск с острова Калан. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok